Дворец культуры имени Валерия Павловича Чкалова принимает тех, кто даже выйдя на пенсию продолжает делать все для усиления безопасности и сохранения суверенитета нашей страны. Здесь прошел форум ветеранов военной службы Подмосковья. Мы узнали, какие вопросы на сегодняшний день являются приоритетными. Наш городской округ встретил 74 делегата из разных муниципалитетов Московской области. Организатором форума стало подмосковное отделение общественной организации вооруженных сил РФ при поддержке администрации нашего городского округа. На форуме обсудили повестку дня и поделились опытом работы разных отделений этой организации. Спикеры отметили необходимость проведения в школах уроках мужества военно-тактической игры «Зорница» и повышения интереса учащихся к Всероссийскому детско-юношескому общественному движению «Юнармия». Для участников форума выступили ученики 4-го класса школы номер 12 имени Валерия Чкалова. Их классному руководителю Лии Горгеладзе, ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков, вручил памятную медаль за активную военно-патриотическую работу. А представитель коломенского отделения рассказал о взаимодействии молодежи с семьей Героя России Истрофила Магомедова. Отражая атаку националистов на херсонском направлении, он до последней секунды оставался верен воинскому долгу. Мы исходим в этом плане из того, как звучит наш лозунг. Быть сопричастными, помогая побеждать. Основным вопросом, который рассмотрели на форуме, стала помощь бойцам СВО. Участники подчеркнули необходимость создания отдельного ответвления организации, в состав которого будут входить ветераны специальной военной операции. Председатель комитета Московского областного отделения Владимир Арабеев отчитался о деятельности организации в этом направлении. В условиях специальной военной операции каждый выбрал посильное участие в приближении победы. 98 членов нашего регионального отделения ушли добровольцами или были мобилизованы и принимают непосредственно участие в специальной военной операции. Еще один из примеров заботы о военнослужащих – работы художницы Светланы Галаган. Ее выставку развернули в холле Дворца культуры. С 2022 года художница посвящает много времени волонтерскому труду в госпиталях, а ее холсты – это портреты бойцов специальной военной операции. Завершился форум торжественным награждением. Медали были вручены семи членам организации, среди которых участник СВО Александр Пятов. Мы ветераны. Самое нам важное – заботиться о детях, чтобы дети действительно любили страну, чтобы дети любили правительство, любили президента. И все делают для того, чтобы действительно страна наша процветала. А наша страна всегда процветала и будет процветать всегда. Мы все равно победим. Победа будет за нами.